Собой в школу, кроме учебников и тетрадей, Камила берет пакет с пластиковыми бутылками. Ее семья сортирует мусор и утилизирует пластик отдельно от других отходов. Если раньше бутылки приходилось относить в специальный контейнер, то теперь их можно сдать в фондомат, расположенный прямо в школе. Бутылки, которые мы сдаем в эти автоматы, они едут на специальные студеные пункты, которые специализируются на переработке пластиковых тар, бутылок. Поэтому надежнее всего сохранить окружающийся бутылок чисто, именно сдавая пластик в подобные автоматы. Подобные фондоматы, установленные во многих школах городского округа, они принимают как пластиковые бутылки, так и металлические банки. Все автоматы подключены к единой системе, которая позволяет контролировать наполнение бака и вовремя вывозить сырье. Собранные отходы будут направлены на производство новых вещей. Когда мы просто выкидываем бутылки, они просто сжигаются, они не используются никак. А когда мы их, например, можем использовать вторично. Некоторые покрытия на детских площадках делаются из пластика. Очень много предметов делается из вторичного пластика. Фондомат пользуется большой популярностью у школьников. Меньше чем за месяц ученики 29-й школы заняли лидирующее место по крышеству собранного сырья. После сдачи тары автомат выдает чек с уникальным кодом. Его можно зарегистрировать на сайте и поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Я постоянно сдаю бутылки пластиковые или жестяные, которые у меня есть, в автомат школы, потому что меня заботят вопросы экологии. И мне несложно лишний раз прийти в школу и выкинуть, потому что это в любом случае поблизости в микрорайоне находится. Да, и действительно какая-то польза, чувствуешь значимость этого поступка. Камила не только сама разделяет отходы и сдаёт пустые бутылки в специальный фондомат, но и призывает одноклассников сортировать мусор. Сегодня я расскажу вам, почему важно сдавать пустые пластиковые тары в специально отведённые места, такие как автоматы, установленные на первом этаже нашей школы. Камила рассказывает, что каждую минуту на планете производят 1 миллион пластиковых бутылок, и лишь малая часть из них отправляется на переработку. Одна из причин – нехватка пунктов приёма тары. На открытии фондомата присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил важность установки экоавтоматов и призвал семьи сортировать мусор и сдавать пластик отдельно от других отходов. В Подмосковье уже работает 50 фондоматов, но в ближайшее время планируют установить ещё более 500. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова